Всем привет! Сегодня предлагаю заняться производством розочки малого диаметра. В предыдущем своем видео я делала розу большого диаметра. Сейчас посмотрим, как сделать розу диаметром 25 сантиметров. Для начала сделаем заготовку под середину. Выглядит она примерно так. Да, красоты маловато, зато дешево, экономично и практично. Все обрезки, что у меня были, я сильно скомкала и обернула обрезками покрупнее, зафиксировав все это малярным скотчем. Мягкая туалетная бумага сгладит края и в итоге у меня получится форма в виде скругленного конуса. Я сделала их несколько, потому что мне нужно сделать несколько роз. Ну а теперь о главном. От рулона бумаги отмеряем 50 сантиметров. Отрезаем. Полученное полотно сложим для удобства и разделим на 4 равные части по 12 сантиметров. Полоску, не разрезав, предлагаю сразу покрасить в 4 цвета. Красный цвет для верхней части лепестка, желтый цвет для середины и зеленый для нижней части. Красим с обеих сторон. Да, карандаши у меня обычные масляные или еще их называют восковые. Розовый цвет я наношу поверх желтого и красного, тем самым сглаживая переход. Складываем пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Разрезаем до конца с обеих сторон. Вырезаем скругленный лепесток. В итоге получили 8 лепестков. Повторим со второй лентой весь процесс заново. И еще 8 лепестков готовы. Третья полоска будет покрашена аналогично, но резать будем по-другому. Сложим пополам и на 3 части. Заготовка получится шириной 8 сантиметров. Прорезаем до конца с обеих сторон. Вырезаем лепесток. Теперь лепестков получилось 6 штук. Последнюю, четвертую полоску после покраски разрезаем аналогично третьей. Получаем 6 лепестков. Возвращаем форму на стол. На самый верх формы клеим небольшую полоску розового цвета. Начнем клеить лепестки меньшего размера. Для начала самый кончик лепестка сильно загнем. Слегка растянем лепесток. Клеим лепесток на форму полностью. Со вторым лепестком предлагаю сделать все то же самое. Клею лепесток полностью на форму, частично заходя на предыдущий. Третий лепесток, подготовив, креплю так, чтобы он заходил и на первый, и на второй. Сейчас все внимание на верхушку середины. С боковинами будем разбираться позже. Подтонирую верхушку. Ну вот, как-то так. Займемся остальными лепестками. Лепесток немного загнем и растянем. Фиксируем на цветок полностью. Главное, не выходить за высоту уже закрепленных лепестков. Последующие лепестки фиксируем на форму, придерживаясь того же правила. В создании розы важно помнить, что каждый лепесток должен быть индивидуальным. Подготовим для третьего ряда сразу шесть лепестков. Немного растянем и придадим изгиб верхней части лепестка. Сначала заклеим образовавшиеся на боках прорехи. Пополним число подготовленных лепестков. Продолжение следует... Продолжение следует... Отогнем у всей партии основание лепестка примерно 1 см. На отогнутую часть наносим клей и фиксируем лепестки по кругу с нахлёстом на уровне предыдущего ряда. Цветок начинает понемногу раскрываться. Большие лепестки нужно тоже слегка подготовить, сделать прожилки, растянуть и отогнуть у основания. Клей наносим на уровне предыдущего ряда по кругу в нахлёст. Лепестки закончились, ряд завершён. Следующие шесть лепестков подготавливаем. При этом верхнюю часть лепестка выгибаем сильнее. И более круто заворачиваем нижний край. Клеим за отогнутый край на уровне предыдущего ряда. Клеим по кругу в нахлёст. Клеим по кругу в нахлёстке. Последний лепесток наклеим. Цветок готов. Теперь сделаем чашелистик из отрезка 21 на 18 сантиметров. Сложим его пополам, ещё раз пополам и ещё раз пополам. Прорезаем до конца с обеих сторон. Режем его по диагонали. Из полученных заготовок вырезаем лепестки. Немного их подкрутим, расправим и каждый аккуратно растянем. Прожилочки по желанию. Зелень клеим так, чтобы были видны кончики и они возвышались над лепестками. Зелень клеим. Розы сделаны. Для того, чтобы композиция смотрелась лучше, предлагаю посмотреть, как я делала маленькие цветы. Для цветов я выбрала ярко-алый цвет. От рулона бумаги отмеряю 10 сантиметров. Отрезаю. Полученное полотно режу на 6 равных частей по 8 сантиметров. Каждую заготовку сложу пополам и ещё раз пополам. Вырезаю до конца с обеих сторон. Формирую скругленный лепесток. Из трех нарезанных заготовок аналогично вырезаем лепестки. Лепесткам придадим изогнутую форму и слегка растянем по середине. Такие же лепестки можно вырезать и из обрезков бумаги, оставшихся от больших цветов. Можно поиграть с тоном бумаги. Для цветка понадобятся полукруги из плотной бумаги или картона. Радиус полукруга равен 4 сантиметрам. Картонный полукруг предстоит свернуть в виде конуса. Фиксируя края конуса сразу же, вклеим стебель из проволоки. Заготовка для цветка готова. Мелкие обрезки скатаем в плотный шарик и зафиксируем его в середину конуса. Берем заготовку 10 на 8 сантиметров. Нарезаем полоски по 2 сантиметра. Склеим полоски между собой в хаотичном порядке. Придадим волну и слегка растянем. Соберем полученные и вклеим вовнутрь конуса. Затем приклеим 3 лепестка загибом лепестка вовнутрь. Клеим на весь конус и слегка возвышаемся над серединой. Следующие 3 лепестка клеим с поворотом изгиба в противоположную сторону. Трех мне показалось маловато. Добавлю еще 2 лепестка. Цветок готов. Для чашелистика использую зеленую бумагу. От рулона отмеряю 3 сантиметра. Обрезаю. Полученную полоску нарежу по 6 сантиметров. Получится заготовки 6 на 3 сантиметра. Вырезаю лепесток. Лепесток слегка закручу. Клеим лепесток, закручивая его вокруг ножки цветка. С помощью полоски зеленого цвета задекорирую стебель цветка. От рулона бумаги отмеряем и отрезаем 7 сантиметров. Полученную полоску разрежем на 4 равных отрезка по 12 сантиметров. Заготовки нарезаем на более мелкие полоски и из них вырезаем листочки. Придадим листочкам закрученный вид. Расправим и слегка растянем. Для разнообразия можно сделать лепестки меньшего размера. Из цветочков я буду делать соцветия. Предлагаю пофантазировать и создать свои букетики. Или посмотреть, как это буду делать я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мой букетик готов. Долго, хлопотно, но красиво. Соцветий мне понадобится много. Я планирую большую композицию. Предлагаю сейчас заняться сборкой. Она собрана из металлических уголков и сэндвич-панели. Она собрана из металлических уголков и сэндвич-панели. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Удивляйтесь сами и удивляйте близких Будьте здоровы! Всем удачи! Пока-пока!